Здарова! Народ, это видео понравится всем, кто постоянно куда-то проебывает бабло. Хотя вроде еще недавно кошелек был полон. Пустотой. Итак. Сейчас я расскажу и покажу, как надежно спрятать деньги. Самое главное в этом деле не прятать деньги в предмет, который можно унести. Поэтому будем прятать в стене. В стене? Как весело звучит фраза. Самое главное в этом деле не прятать деньги в предмет, который можно унести. Явно чувак уже не первый тайник в своей жизни делает. И до этого все заканчивалось не слишком гладко. Приставы унесли, теперь ни мебель, ни бабок. Ну ладно, я уже вижу, как вам не терпится узнать, куда спрятать свой заветный полтос. Блять. В проводку попал. Ну это прокол, конечно. Точнее, короткое замыкание. Блять. В проводку попал. Чувак, не расстраивайся, зато теперь в YouTube попал. И в плюс 100500 тоже попал. И на бабки попал. Я представляю, как он с женой... Блять. В проводку попал. Зато теперь я наконец-таки знаю, что мои соседи по утрам делают. Это не ремонт, это заначки в стенах. Папа, это правда, что у стен есть глаза? Это мои заначки. Но вернемся к видео, это еще не конец. Блять. В проводку попал. В проводку я починил. Но потратил на это все деньги и теперь тайник мне не нужен. Короче, на месте этого чувака я бы не парился и бухал. И снимал бы свои выходки на видео. И все равно выкладывал в интернет. Это куда интереснее. Если бы Басков был котом, то выглядело бы это так. Ну, блять, даже будучи котом в рот берет. Походу, это один из солистов мюзикла Кошки. И перед выступлением он для голоса по 50 грамм валерьянки бухает. Посмотрим, как они запоют, когда к их яйцам привяжут веревку, другой ее конец к палке, кота в лифт и на 8 этаж. А палка снаружи. Кстати, один из котов туберкулезник. Не удивлюсь, если это он распевается перед тем, как в 3 часа ночи под окнами орать. Я уверен, если бы его услышали мыши, они бы сами попросили их сожрать. Лишь бы только прекратить эти мучения. Хотя понятное дело, что чувак подзвучил зевающего кота. Ну или кошку. Вроде такой раскраски все-таки кошки. Наверное, я еще и раскрасил, сука. Ой, девочка, прости, я не хотел разрушить твою веру в то, что эта пушистая тварь реально поет. Прости, реально прости, лучше бы я сказал, что в Доме-2 все по сценарию. Кроме Должанского, наверное. Блять, нет, прости, все, забудь, забудь все, что я сказал. Санта-Клаус существует. Дед Мороз. Кстати, сюда можно вставить любой звук. А вообще этому коту палец в рот не кладет, дай только спеть. В следующем видео происходит очень странная хрень. Ну вот прям очень. Вот прям очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Короче, смотрите. Санта-Клаус существует. Почему? Зачем? Как? Нет, ну вообще, конечно, такое бывало с каждым, так что не надо ее тут осуждать. Ну знаете, когда в GTA едешь за рулем и случайно Y нажимаешь. Что с ней случилось? Может она пила за рулем кефир и вдруг резко вспомнила, что в нем есть алкоголь. Или по карте там дальше на дороге гигантская пробка, вот она и решила пешочком пройтись. А теперь...